Всем привет! Меня зовут Станислав Седристый. Ныне я работаю в замечательной компании PAM Systems. И сегодня я бы хотел поговорить про исключительные ситуации. Вообще говоря, когда я начал писать свой небольшой труд, вот ссылка на труд, собственно говоря, я с разных сторон пытался думать про исключительные ситуации. И сначала я в своем стиле пошел смотреть куда-то там внутри. Как они там устроены, как они там выбрасываются, как они там уловятся, эти всякие структуры в памяти. И когда я туда подлез, на самом деле там все очень сложно и неоднозначно. Я обратил на другую тему внимания. На тему, собственно говоря, архитектуры исключений. Как строить архитектуру в своем приложении так, чтобы не было больно. Но, пожалуй, начнем со снов, казалось бы. Казалось бы, со снов. Что такое блок try catch when finally? Блок try создает секцию, от которой программист ожидает возникновения каких-то критических ситуаций, которые с точки зрения внешнего кода, кода, который ловят, являются нормой поведения. То есть, если переформулировать, взять другими словами сказать, то, если мы работаем с некоторым кодом, который решил, что его состояние более не является консистентным, и этот код бросает включительную ситуацию, он делает это решение, основываясь на своей какой-то маленькой песочнице. То есть, вот он находится, этот код, в каких-то своих рамках. И он решает, что если его попросили файл открыть, а это подсистема, работа с файлами, а файла нет на жестком диске, он такой, типа, не могу я открыть все, для меня это критическая ситуация, ничего не могу вернуть вам, кроме вот исключения. То для внешнего кода, который находится как бы выше, эта ситуация является абсолютно нормальной. И задача этого блока try catch finally, try catch в данном случае, это перехватить и тем самым нормализовать исполнение кода приложения. Отсюда можно сделать очень простой вывод. Когда вы перехватываете исключения блоком catch, вы тем самым легализуете те исключения, которые вы перехватываете. Вы говорите, что это нормально. Отсюда сделать можно очень простой вывод сразу же. Делать catch, да, вот такой вот пустой, ну, либо catch exception, не допускается, потому что тем самым вы легализуете абсолютно любые ненормальные ситуации, которые в этом куске кода происходят. Ну, блок catch, понятное дело, всем известен. Вот, мы просто catch какой-то exception. Вот, единственное, что можно интересно вам сказать, вот, что есть CLR и есть C-sharp, да, вот, и если говорить про C-sharp, вы вот в блоке catch можете написать только exception. Вот, только exception и то, что от него наследуется. Вообще говоря, CLR позволяет бросать исключения любого типа, даже байт. Вот, и, казалось бы, да, что за бред? Вот, на самом деле, вот то, что вы пишете throw new, тра-ля-ля, вот, вы бросаете exception с некими данными. Вот. Соответственно, данные на самом деле могут быть любыми. Ну, выбросили тройку там или строчку, да, это тоже данные. Вот, но C-sharp, он, как бы, еще более делает, еще более solid, да, условия возникновения обработки. Он позволяет бросать только exception-based exception, вот, и позволяет принимать только exception-based exception. Как это делается в случае, если вдруг кто-то почему-то выбросил какой-то байт, вот, C-sharp это в rapid в специальный тип исключения, runtime rapid exception, вот, и туда этот складывается. Ну, это немножко в сторону. У нас появилась замечательная конструкция when. Вот. Кто-нибудь when уже использовал? Это мне интересно. О, замечательно. Вот, а теперь маленькая подробность, о которой я, если честно, догадался. Вот. Но когда догадался, я немножко ошалел. Ну, если у нас есть какой-то exception, да, который работает через… Пушка есть? Пушка есть. Через error code, да, вы можете в старом стиле сделать case, да, switch case, case, case. Вот, default throw. Вот. А в новом стиле вы можете вот так вот клево написать через when. Вот. И что нам говорят? Нам говорят, что если мы вот так вот сделаем, вот, то вот эти вот условия, они проверяются до развертки стека. Вот. То есть до того, как процедура кетчинга, да, она пошла, вот эти условия проверяются. Вот. Но есть небольшая загвоздка. Если вот этот блок внутри when бросит исключение, вы о нем никогда не узнаете. Он просто уйдет в никуда. Вот. А условие when, она будет false. Вот. Поэтому будьте аккуратны, когда вы там что-то пишете внутри when. То есть если там… Вы можете внутри when вызвать какой-то метод локальный. Вот. Внутри этого метода вы можете даже слазить на жесткий диск. Why not? Вот. Но, как бы, знайте, что если в этом процессе что-нибудь не очень произойдет, вы об этом никогда не узнаете от слова в принципе. Вот. Хорошо. Блок файнали. Ну, блок файнали, в общем-то, в представлении, я думаю, тоже не нуждается. Да? Вот пятая часть. Вот. Он срабатывает, в общем-то, практически… Ну, как пишут, типа, всегда, но на самом деле не всегда. Вот. Практически во всех ситуациях, кроме некоторых очень, скажем так, фатальных, да? Вот. Когда там приложение закрывается, там, через… Через критичные какие-то исключения, типа, там, engine, dotnet сломался, нот, или там память кончилась, может в определенных ситуациях тоже файнали не срабатывать. Вот. Для чего он создан? Для того, чтобы освобождать ресурсы, которые были выделены в try. То есть он может зачастую даже, в общем-то, файнали используется без качей. Вот. То есть блок try, там что-то сделали, вот, мы исключения, которые там летят оттуда, мы не перехватываем, мы не несем ответственности за этот участок кода, но мы несем ответственности за те ресурсы, которые были выделены, вот, чтобы их освободить. Поэтому try и без всяких качей finally, но finally освобождая. Ну, простые, простейшие примеры – это конструкция using и for each, да? Вот. И using и for each, он создает try finally, и в finally происходит disposing. Вот. Я не сумасшедший. Кто… Кто… Ладно, не будем руки поднимать. For each тоже создает try finally, и finally делает disposing и нумератора, который вернул, соответственно, вернул коллекцию. Это сделано не от хорошей жизни, это сделано для всяких сиквел-запросов. То есть когда вы и сиквел получаете, да, чтобы он мог возможность закрыть connection, вот, сделана вот эта вещь. Архитектурные вопросы. Ну, с базы разобрались, я думаю, базу вы так знали, вот. Ну, надеюсь, пару фишек не знали отсюда. Архитектурные вопросы. К сожалению, очень часто так бывает, что мы вот так вот, нам дают задачу написать какое-то приложение, большое, клевое. Вот. И мы настолько вот увлекаемся процедурой, да, обдумывание архитектуры самого приложения, что не задумываясь о том, что в приложении могут быть какие-то ошибки. Вот. Ну, exception и exception. То есть надо бросить exception, я его кину. Ну, как бы потом как-нибудь там что-нибудь сделаю, кину, кину какой-нибудь exception. Вот. И потом, когда уже много чего написано, может так возникнуть такая проблема, что много различных вызовов, да. Эти вызовы внутри себя могут кидать просто в веер каких-то непонятных ситуаций, вот. И нам, например, из-за того, что мы написали не очень хорошо архитектуру исключений, вот, нам придется сделать, например, try и множество кэчей, да, на каждую ситуацию. Вот. Или там, например, мы берем какой-то базовый класс по нему, кэчем, вот. Но может так получиться случайным образом, что от этого класса кто-то наследован, и мы случайным образом зацепляем тот кэч, то исключение, которое, ну, сюда не подходит. Вот. И чтобы такого не было, когда вот я уже написал эту часть в своем небольшом труде, вот, я пришел к выводу, что на самом деле исключительные ситуации должны быть продуманы в том же месте, в котором вы продумываете архитектуру будущего приложения. Вот. Почему так? Давайте пройдемся по пунктам. Вот у меня четыре пункта, которые сейчас будем рассказывать. Пройдемся по каждому из них. Давайте попробуем сгруппировать все исключения по теоретической возможности перехвата. Теоретической возможности перехвата. То есть мы бросаем что-то, да, и вот в зависимости от того, будут это перехватывать или нет. По теоретической возможности перехвата их легко поделить на две группы. Вот. По те, которые будут перехватывать, и по те, которые, скорее всего, с высокой степенью вероятности перехватывать не будут. Почему с высокой степенью вероятности? Потому что если что-то бросает исключение, у кого-то чешутся руки его поймать. Вот. Но это не всегда нужно делать. Значит, первая группа, которую перехватываться не будут. Во-первых, мы, например, не будем перехватывать какие-то фатальные ошибки, да, наверняка. То есть если мы вызвали метод, метод начал работать с кэшом, с каким-то кэшом. Этот кэш оказался полностью разобранным. Вот. Метод понимает, что, короче, этот кэш абсолютно неконсистентен и бросает какой-нибудь exception, типа кэш, там, фатал, тра-ля-ля. Вот. Нам это исключение, ну, когда мы конкретно вызываем этот метод, нам его перехватывать нет никакого смысла, потому что мы не знаем, что с этим делать. Мы его насквозь пробрасываем дальше. И с большой степенью вероятности вот такого рода фатальные исключения, они не найдут отклика ни на одном из уровней вызовов, да, вот, и дойдут до корня либо потока, либо до корня основного потока, да, это main. Вот. Куда-то туда дойдут. После чего, если у вас все хорошо сделано, их отжурналируют, вот, и приложение закончит свою жизнедеятельность. Вот. Программист залезет в журнал, посмотрит, что кэш сломан, изучит логи там, все дела, поймет, как чинить, починит. Вот. Если вы, например, начнете это перехватывать, особенно где-нибудь день в середине, сделаете какой-нибудь кэч, да, кэч ол, да, с кэчем все, делаем вид, что ничего не произошло, машем рукой, вот, то, скорее всего, это может привести к непредсказуемым фатальным последствиям в будущем. То есть кэш сломан, там все начнет постепенно разваливаться, вот, то, что на этот кэш заточено, все приложение начнет разваливаться, вот, и как результат может вылететь что-то абсолютно другое в другом месте. Это фатальные ошибки. Вот. Также к фатальным ошибкам я присоединю группу argument exceptions. Вот. То есть если мы получили argument exceptions, ну, не фатально, извиняюсь, те, которые перехватывать никто не будет. Если мы выяснили, что у нас передан параметр now, а now передавать нельзя, мы бросаем argument now exception, правильно, да? Вот. Но, поверьте мне, его никто не будет перехватывать. Вот. Почему? Потому что, ну, представьте такую ситуацию. Вот есть метод, да, вызывает другой метод и просуну туда now. Вот. И такой, и сделал, типа, try catch, типа, argument now. То есть, ну, грубо говоря, ну, у тебя все нормально, то есть ты как бы в курсе, что ты можешь now передать. Так ты заранее проверь на now. Вот. И передай то, что надо. Вот. Или, например, там, индекс out of range, да, ну, ты заранее проверь. То есть, я про что? Я про то, что argument exception, он как бы должен быть, вот, но он должен быть выброшен из специального кода. То есть, у нас есть атрибут conditional debug. Вот. И можно argument exception проверить в специальном методе, ну, как, типа, assert, да, вот, который будет компилиться только в дебаге. Вот. В релизе его не будет. Это будет правильный, правильный путь. Corrupted state exceptions. Туда же. Никто не будет перехватывать stack overflow. Хотя, если особенно постараться, можно. Вот. Никто этого делать не станет. Никто не будет, станет, по-настоящему перехватывать red-abord. Или, там, какие-то такие вещи. Вот. Это будет очень странный, глупый код. Как по мне. И в декюшной, нажимной exception тоже никто не станет перехватывать, потому что будет перехватить, к сожалению, нельзя. Вот. И прочие собственные фатальные ошибки, да, о которых я говорил. Но будет перехватываться что? То, что не затронуто. Если ничего глобального не затронуто, да, вот мы нормальный exception кинули, его можно. Вот. Если перехватить, избавиться от сущности можно, то есть, если мы кинули exception, и при этом та сущность, которая кинула исключение, ее можно просто загасить, и ничего не изменится, мы можем перехватить. Все хорошо. Дальше. По вопросам переиспользования. Давайте погруппируем исключения. Первая группа исключений – это так называемое common исключения, да? Вот. В чем их прелесть? Вот. Если я хочу выбросить исключения и ищу, да, ищу, ищу соответствующий тип. Вот. Ну, на заре программирования я что делал? Я брал и что-нибудь придумывал. То есть, например, что? Я какую-нибудь операцию неправильную сделал. Дай-ка поищу. Там, не знаю. Invalid operation exception. Есть, нет. Ага. Illegal operation. Есть, нет. Ага. Есть. Вот я его кинул. Хорошо. Вот. Или там принял аргумент неправильный. Вот. Прекрасное название. Invalid argument exception. Да? Вот. То есть, это группа исключений, которая, в общем-то, создана для того, чтобы по второму разу их никто не делал. Вот. А вот, например, я что-то такое сделал с данными и понимаю, что данные-то не те. Вот. И хочу дернуть что-нибудь типа invalid data exception. Вот. Я лезу. Вот. Во фреймворк. Смотрю. Да, действительно, есть. Классный. Все подходит. Invalid data exception. Я его кидаю. А кто-то его получил. Кто-то его получил. Он, возможно, воспользуется stack trace. Ну, вот, естественно, что там кто-то кинул. Вот. А, возможно, если он видел что-то, какой-то тип, который находится на самом деле в system.io пространстве, он начнет отыскать, в каких ситуациях вообще кидают, что вообще произошло. Вот. И найдет, что его вот кидают в единственном месте. Ио compression, да. Вот. И на самом деле, вот, он… Единственное, что человек подумает, что тот, кто кинул такого типа исключения, у него просто руки кривые. Вот. То есть вот он, что взял, что первая под руку попалась, да, то и кинул. И будет прав. Потому что system.io – это другая зона ответственности. Вот. Если человек получает какое-то исключение с клевым названием, он еще, на самом деле, часто смотрит на namespace. Если видит там system.io, он понимает, что это подсистема ввода-вывода, да. Вот. И у него возникают вопросы. То есть даже если понятно по стектрейсу, что это как бы не подсистема ввода-вывода, человек будет тратить время на то, чтобы выяснить, что… И поэтому, конечно, это здорово переиспользовать исключения, которые уже есть во фреймворке, но надо к этому относиться с умом. То есть надо бросать только то, что именно common. Вот. Они практически все находятся в зоне system.io. Вот. Все, что глубже, это уже не наше дело. И третья часть – это, которая относится, по сути, к текущему домену, да. То есть у вас… вы делаете бизнес-логику, вот. И внутри этой бизнес-логики вы создаете базовый тип там, который относится к этой бизнес-логике. Если вы делаете там, не знаю, то, что относится к UI, да, там свой. Если ваше приложение, то там, соответственно, свой базовый тип. Еще один вариант сделать исключение. То есть вот мы посмотрели то, что относится к common. Да. Вот теперь делаем свое. Вот. Если ввести свой тип исключений, а у него ввести error code. Вот. Вам не надо градить кучу типов. Вот. Все просто прекрасно на самом деле выглядит. Замечательно. Вы делаете одно исключение, делаете сбоку и намочку. Вы намочки называете, типа, ну, ошибки, как вам надо, да. Вот такой клевый такой винопис стиль. Вот. И дальше везде ловите качом один-единственный exception. Вот. Звучит очень на самом деле заманчиво. Звучит хорошо. Вот. Вы бросаете всего один exception. Вы не делаете новых, вы не заботитесь о стерилизации, десерилизации, потому что они обязаны быть стерилизуемыми. Вот. Вас не заботит ничего. Вы просто кидаете одно и то же, иногда наращиваете намочку. А качите тоже, в общем-то, одно и то же. Вот. И вы не можете забыть что-то другое, ну, как бы, какой-то другой тип, да, скетчить, да. У вас один и тот же тип. Звучит клево. Вот. Ну, на самом деле, с этим клево, ряд проблем. Ну, например, вот берем вот parser exception, да. Забыл это наследовать. Вот. У нас есть parser exception, который на самом деле наследует от exception. Есть error code, он как-то инициализируется. Есть message, который из ресурсов что-то там достает. Ну, вот. Это такой псевдокод. Есть вот эта наша намочка. Вот. И мы вот делаем throw, да. Но для того, чтобы поймать такой exception, мы что будем делать? Мы будем делать либо вот так вот, да, по старому стилю, либо вот так вот по-новому. Вот. И если мы хотим что-то свое скачить. Вот. Либо мы хотим, если скачить вообще все, мы, конечно, можем просто сам exception поставить и не париться. Но, скорее всего, вам потом понадобится что-то свое. Вот. Это неудобно. И получается, что error code, он как бы в этом плане не приятен. Вот. Но чем хорош пример именно с parser? Зачастую, когда мы парсим какие-то данные, нам важен просто реально сам факт возникновения исключения. То, что там где-то там скобка закрыта, не закрыта, нам зачастую это не очень важно. Потому что, ну, почему, да, вы скажете, ну, как-то не важно. Надо же что-то написать на экране. Нам это далеко не всегда важно, потому что, как часто, как правило, мы парсим что? Там какие-нибудь XML-ки, какие-нибудь JSON-чики, да. Мы там никакие там DSL-ки особо не парсим. Вот. А что такое парсинг XML-ек и JSON-чиков? Это, как правило, пришло там микросервис какая-то фигня, мы ее спарсили, что-то с ней сделали, отослали дальше ответ в другой JSON-чик. Вот. И здесь как раз было бы удобен вот такой формат. То есть мы кетчим одно, вот. Ну, если там что-то надо, мы там по номеру кода, по коду ошибки понимаем, что произошло. А в PolyMessage мы уже закладываем реальный, реальный текст для пользователя, чтобы он в логе посмотрел, что там случилось. Хорошо. Есть эти два режима объединять. Я это назвал Mixed режим. Если эти два режима объединять, получится совсем здорово. У нас есть Parcer Exception, да. Есть Abstract Parcer Error, Error Code. Есть сообщение об ошибке, которое с помощью конденации возвращает из ресурсов текст ошибки. Дальше у нас есть инамка. Вот. И есть на каждое значение инама маленький классец, который override Parcer Error, возвращая нужный Error Code. Вот. И когда мы бросаем исключения, мы бросаем, соответственно, уже конкретное исключение. И чем этот подход интересен? Он подход интересен тем, что если вам нужно что-то базовое кетчить, вы можете воспользоваться путем кетчингом Parcer Exception. Вот. И дальше по коду ошибки что-то там понимать. Вот. Вам не надо после этого кастить это в более, ну, в missing там modifier Parcer Exception, да, чтобы понять, что он, как бы, это, на самом деле, этот тип. Вам достаточно Error Code почитать. Вот. Но если коду важно, что конкретно он ловит, то он всегда может кетч делать уже по, ну, как сказать, не базовое, как бы, по более, да, по конкретному исключению, по типу, да. Вот. Это подход может показаться, ну, как бы, таким многословным, вот, но я его подглядел в библиотеке MonoCessle. Ну, там множество примитивов и очень обширная иерархия. Вот. И часть кода, части кода важно, что, с чем конкретно он работает, с какими нодами, да, этого дерева AST. Вот. А части кода это не важно. И там вот подведен вот как раз вот такой подход, что есть базовый класс, у которого есть инамка. Вот. И есть куча отнаследованных классов, которые возвращают уже конкретное значение. И вот тому коду, которому не важно, он работает с базовым классом. Но он всегда знает, с каким конкретно, какой конкретной типой ноды он работает, благодаря инамке. И это намного быстрее, чем кастинг. Вот. Замечательно. Идем дальше. И еще один вопрос, да, в переиспользовании. Это, ну, по исключению на ситуацию, на какую-то конкретную. С одной стороны, если мы имеем, например, ну, какие ситуации. Вот есть у нас две ситуации. Первая ситуация. У нас есть объект, да, и метод выбрасывает исключение. И это исключение может означать, что, в принципе, в результате каких-то не очень хороших действий весь объект развалился. Вот. Все. Сущность, короче, недееспособна. Ее надо хоронить в garbage collector, все дела. Вот. А второй вариант – это когда вы называем метод. Этот метод сломался, но сущность еще целая. Вот. И вот эти два момента, их надо разграничивать путем наследования. То есть у вас есть два базовых класса, да, вот. От одного идут исключения, которые ломают всю сущность, а от другого – исключения, которые ломают, ну, не сущность, а просто какая-то локальная поломка. Типа как argument exception, да, такая-то локальная поломка. Вот. Так же и здесь. Вот. И когда пользователь вашего класса начнет кетчить, вот, он выберет базовый класс нужный, вот. И не будет такого, что он сделал кетч по базовому типу, да, и чистит класс, например, в любом случае. Там метод локальный, то есть сломался, или там вся сущность целиком. То есть он может сделать две ветки. Одна ветка – это когда просто метод сломался, тогда, ну, просто там выходим. А если сущность целиком сломалась, тогда мы ее убиваем, всю эту сущность. Вот. Но если она разграничена по наследованию, это здорово. Да. Следующий вид группировки, который вот я вижу, который можно как-то положить в исключительные ситуации по группам, да, это поведенческие ситуации. Что я здесь имею в виду? Я имею в виду, что само исключение, да, оно в результате возникает, как правило, в двух ситуациях. Когда неконсистентные данные и когда действия привели к тому, что что-то сломалось. То есть, по сути, exception – это результат какой-то поведенческой ситуации. Вот. И если группировать исключения по этому принципу, да, то я бы сделал так. То есть у нас есть вся сборка, да. То есть основное поведение, основное поведение – это такое глобальное поведение, это библиотека. Библиотека логирования. Это как бы основное глобальное поведение. Вводится базовый тип, да, исключение. Там, например, unlock, там, exception-base. Неважно, base-exception. Вот. Это все, что вбирает в себя вся библиотека. Дальше вы делите свою библиотеку на функциональные зоны. То есть если это какая-то большая липа, большая библиотека, да, там может быть, не знаю, какие-то подсистемы кэширования, подсистема вывода там чего-то там в консоль, подсистема там работы с базой данных, да. Вот. То есть это первый слой был, это все библиотека. Дальше делается наследование. И вы определяете уже функциональные группы. Вот. То есть когда вы ловите исключения, вы можете ловить только там все, что идет от кэшей, да, и обрабатывать это соответствующим образом. Вот. Функциональные группы. Соответственно, если вы разделили, да, дальше вы упрощаете перехват различных исключений, которые в этих группах находятся, в том числе критических, которые, например, если вы сделаете функциональные группы там кэш, там база данных, там еще что-то, да, то туда вот такие базовые вообще не попадают. Они автоматом летят мимо. Ну вот. Вам не надо кэчить там какому-то базовому классу, exception, чтобы поймать там, не знаю, что-то, что прет от кэша, да, потому что у кэша свой базовый тип. Вот. Эти все пойдут мимо. И, соответственно, собственные исключительные ситуации вы можете тоже, когда вводите, да, делать таким образом. То есть у вас есть под системой кэширования свой базовый тип. А дальше в этом под системе кэширования уже какие-то свои собственные, да. Вот. Вот. И, соответственно, тот код, который это все принимает, вот, он может какую-то конкретную, может уже ситуацию, да, что там кэш санвалидировался, вот ловит, перезапускает кэш. Вот. Или, там, не знаю, там, нет там ключа, да, поймал, что нет ключа, хорошо, мы тогда кладем, перезаписываем заново. Вот. Но если, например, вам нужно все по кэшу, да, соответственно, у вас уже есть базовый тип, вот, вы его используете. Вот. Хорошо. Ну, как бы звучит на самом деле, может быть, в некоторой степени просто, вот, но на самом деле это редко делается, да, чтобы прямо вот такое хорошее разбиение шло. Делается максимум какой-то базовый тип на все приложение, и от него уже идут куча-куча-куча конкретных, вот, и чтобы перехватить их группой, вот, либо кучу кэчи надо ставить, либо там, не знаю, как выворачиваться. И последний, последняя группировка, это по источнику ошибки. Источником ошибки, на самом деле, может быть очень много. Вот. Если вот этот пункт раскрывать, unsafe code, да, который отработал с ошибкой, то там, на самом деле, тоже очень много источников, может быть, и комовское исключение, может быть, аж резалтовское исключение, там, много всего. Вот. Но первая группа – это вызов unsafe кода, который отработал с ошибкой. Вот. Второй – это вызов кода из внешних зависимостей. Почему это важно? Потому что внешние зависимости, да, относительно текущего класса, они автоматически не входят в зону ответственности этого класса. Вот. То есть тот, кто их создал, да, тут внешняя система, то есть она за нее более ответственна, чем наш код, да. Наш код просто там вот нам передали интерфейс. Мы по интерфейсу что-то дернули. Вот. Это же не значит, что мы должны кучу качей поставить, да, чтобы, ну, как-то отрабатывать. Вот. Мы не можем этого сделать по одной простой причине. Если мы получили внешнюю зависимость, мы не знаем, как жизнь привела, да, эту внешнюю зависимость к нам. В том плане, что какие действия над ней были, в каких она находилась в ситуациях. Вот. И если мы получили зависимость через параметр, вот, не наша забота оборачивать ее качами. Вот. Вполне возможно, есть какие-то ситуации, когда надо. Вот. Но в общем случае не надо. Если мы взяли внешнюю зависимость, вот, и используем ее, она бросила исключение, мы его пробрасываем выше. Вот. Если же мы внутри себя, то есть вот мы находимся, да, и внутри себя создали экземпляр другого класса, вот, то внешняя система, внешний класс, он не в курсе, что мы там понасоздавали. Вот. Он не знает. То есть мы можем десяток экземпляров классов создать внутри своего. Вот. Но внешний код этого знать не будет, потому что, поэтому он не может быть ответственный назвать исключение в этих объектах. Вот. Это значит, что обработкой ошибок, да, должен заниматься вот этот вот класс, который породил другие. Вот. Соответственно, когда мы поговорим про ошибки, вот, мы должны везде понимать вот зону ответственности. Вот. Кто должен это кетчить? Вот. Если так получается, что, грубо говоря, никто не должен, да, вот, то на самом деле это достаточно печально. Это значит, что скорее всего что-то не так с архитектурой классов. Ну, вот. Ну, имею в виду, никто не должен сказать себе, я как вот, я принял зависимость, да, я не должен. Это не мое дело. Ошибка пошла выше. Вот. А выше тоже, в общем-то, не должен. Вот. И она так выше-выше идет. Почему не должен? Потому что зависимость пришла из I-контроллера, да? Ой, I-контроллера. Контейнера. Вот. Что с этим делать? Вот. На самом деле вопрос хороший. Что с такими вещами делать? Ну, как правило, это значит, что надо как бы, надо как бы ее пропускать, чтобы она джурнализировалась и повалила. Вот. Потому что ну мы ее не создавали, мы за нее ответственности не можем нести. Вот. Она должна сама за себя нести эту вещь ответственности. Вот. Если через контроллер, если что-то через I-контроллер контейнер выбрасывается, ну вот, это очень неудобная ситуация. Вот. И по источнику ошибки может быть наш код, вот, который, собственно говоря, в случае с, там, не знаю, в случае с парсингом, да, вот, пожалуйста, мы там парсим строчку и он выбрасывает исключение, что вот не получилось. Хорошо. Это чтобы глаз отдохнул. Текста много, нужна картинка. Вот. Дальше. Следующая, следующая часть это вот промежуточные выводы, которые можно сделать. Вот. Ну и, собственно говоря, перейти к самим выводам. Первый вывод по части проектирования. То есть, когда мы проектируем систему типов исключенных ситуаций, что мы должны делать. Первое, что мы должны сделать, это для начала необходимо сделать некий набор базовых классов, да, или если у нас один домен, то один базовый класс. Вот. И назовем его доменом базовым классом. То есть, мы определяем, когда вот мы строим архитектуру всего приложения, мы дополнительно должны построить архитектуру исключений. То есть, мы должны понять вот в нашей архитектуре будущие приложения, да, какие куски будут, ну вот, какие вот слои будут, ну вот, за что они будут отвечать, какие, ну, примерно хотя бы виды ошибок оттуда будут валиться. Вот. Понимать примерно как они будут обрабатываться, да. То есть, помимо того, чтобы уйти в дебри, собственно говоря, проектирование самого приложения, надо еще подумать, как обрабатывать ошибки оттуда. Вот. И первый шаг это сделать набор базовых классов для каждого домена. То есть, для зоны работы с бизнес-логикой, для зоны работы с каким-то утилитой, да, утилитис класс, это самое, space, да, какой-нибудь. Вот. зона работы с контроллерами, то есть, вот, для каждого своя база. Вот. Дальше необходимо ввести дополнительный базовый класс для исключения, который перехватывать необходимо. Да. Вот. То есть, у нас первый слой для каждого доменного, дальше от него наследуется еще одна иерархия, это, которую можно перехватывать. То есть, саму базу перехватывать нельзя по самой базе. Вот. Там, например, бизнес-лоджик exception-base, да, его перехватывать нельзя. А вот бизнес-лоджик exception, который от него наследуется, уже можно. Почему так? Потому что все фатальные вещи, да, они будут наследоваться от базы. Вот. И чтобы их случайным образом не закетчить, вот, вы наследуетесь уже от соседней иерархии. Вот. Потому что, если вы случайным образом закричите что-нибудь фатальное, то вы об этом не будете знать. Ваше приложение со временем развалится и где-нибудь стрельнет в другом месте с другим exception-ом. Вот. И будет сложно понять, что, собственно говоря, привело к жизни такой, да? Хорошо. Вот. И все проверки параметров необходимо проводить в conditional debug. Вот. Это тоже относится, на самом деле, к архитектуре исключение, потому что, ну, если аргумент exception-based exception вы ловить не будете, то и бросать их, собственно говоря, не надо. Вот. Если вы находитесь в дебаге, вот, то пусть это все выбрасывается, чтобы во время отладки у вас все видно было. А если вы уже, собственно говоря, не отлаживаетесь и на проде, то, в общем-то, и не надо. Вы же вроде как отладились, вот, вы же написали все клево, вот, в плане проброса параметров. Но зачем, собственно говоря, тратить на это время? В общем-то, все assertions, которые микрософтовские, они, насколько я знаю, с conditional debug работают и автоматом вырезаются при компиляции. Дальше, соответственно, когда вот вы сделали наследника, да, вот основной, который на домен, от него то, что можно ловить, и от него уже идут функциональные зоны. Вот, кэширование, там, не знаю, внутреннее какое-то исключение от базы данных, вот, исключение, исключение от парсера, от каких-то других вещей, то есть, прям функциональные зоны, то есть, не какие-то частные случаи, а именно большие зоны, вот, чтобы можно было их клево скетчить. Ну, например, если выбрать какие-то популярные библиотеки, типа nlogo, да, то у него есть базовые исключения, да, которые можно кетчить, как бы, ну, не по частному, да, не по частным случаям, а вот сразу, как бы, все с копом, вот, но вы не будете там кетчить какие-то другие эксепшены, только от него. Собственно говоря, вот для этого делается следующий слой. Вот, частные исключения уже наследуют прямо от них. Если группа частных исключений может быть как-то объединена, то есть, например, если у нас парсер, да, то у него может быть проблемы, связанные с, там, какие-то неизвестные конструкции встречаются, да, и вот эти группы исключений можно как-то объединить в одну. Вот, а группы исключений, которые относятся там к тому, что кодировка неправильная, в другую. Вот, а что-то еще, то в третью. Вот, и таким образом вы позволяете тому, кто будет этим пользоваться, вы позволяете ему ловить нужные группы. То есть, так у нас есть, например, какой-то unlock exception, да, вот, и куча частных. А так у нас есть не unlock, а какие-то группы, которые к нему относятся, типа, ну, например, там проблема с, что там в логере может быть проблема? Ну, на самом деле много. Проблема с доступом к ресурсу, да, то есть он пытается записать что-то, вот, куда-то, в базу данных, там, в файл, там, и так далее. Вот, у него есть, например, какой-то exception, который объединяет все эти исключения в себе. То есть, какой-то базовый тип. Вот, соответственно, если вот эти группы могут быть как-то объединены, их надо объединять, чтобы их было проще ловить. Ой, не то нажал. Вот, хорошо. И если предполагается, что группа будет чаще перехватываться по своему базовому классу, чем по частникам, вот, можно дополнительно ввести error code, чтобы помочь тому, кто будет это все перехватывать, работать, ну, как бы уже в таком вмикс режиме, да, если ему нужно, если ему нужно кастить к частникам, да, он будет кастить, но если он работает с базой, вот, ему просто нужен error code, чтобы понять, что там внутри, то он будет работать таким образом, потому что это, на самом деле, достаточно удобно. Хорошо, вот это вот то, что касается проектирования. Вот, делим приложение на домены, домены на функциональные зоны, внутри функциональных зон определяем группы исключений по сходимости каких-то внутренних параметров, да, вот, и делаем какие-то частные, вот, но если предполагается, что будут чаще какие-то базовые классы использоваться, чем частные, вот, в группе, дополнительно вводим error code. Хорошо. Выводы относительно выброса исключений. Есть ли исключение из внешней зависимости? Вот, и если нет возможности исправить ситуацию, да, то есть идет исключение из внешней зависимости, мы не понимаем, что с этим делать, мы просто наша, мы просто объяву разместили, да, вот, у нас, соответственно, нет полной картины происходящего, поэтому мы не перехватываем. мы не несем ответственности, да, за все, вот, мы не несем ответственность за то, что мы сами делаем, вот, если у нас идет исключение из какой-то внутренней зависимости, то есть, тип, который породил какие-то другие объекты, это внутренняя зависимость. Ситуация исправима. Внешний код, он не в курсе этой ситуации, потому что она находится у вас, а поэтому внешний код ее перехватывать не должен. Задача перехвата ваша, то есть, вы создали эти объекты, вы с ними работаете, ваша задача их обработать. Если exception проскочил через вас, это плохо, потому что внешний код, он не понимает, что там произошло. Это то же самое, что если вы работаете с какой-то библиотекой и вдруг получаете exception deadbase, ну, deadbase exception, да, ну, клево, ну, получили, и что? У вас нету ниточек, чтобы подергать, да, чтобы отключить доступ, чтобы передернуть эту базу данных, чтобы она заработала. Это не ваша зона ответственности в принципе. Ну вот, поэтому то, что внутри произошло, вы качите, а то, что снаружи, вы не в курсе, что внутри происходит, поэтому снаружи эти ситуации обрабатывать не должны. Если исключение произошло из какой-то внутренней независимости, но ситуация неисправима, да, то есть класс, он внутри себя содержит экземпляры других, вот, и он понимает, что там произошло что-то совсем плохое, вот, и кидает как раз исключение, которое перехватывать нельзя. То есть вот эта база, да, от нее пошел исключение, ну, группа исключения, которую можно перехватывать, но от этой базы наследуются дополнительно те, кого нельзя перехватывать. Вот, и поскольку все работают с отнаследованным классом, который можно, они вот эти вот группу, которых нельзя, они не получат автоматом. Вот, поэтому вы должны бросить в такой случай исключение, которое перехватить нельзя. И вы должны это сделать сознательно, потому что с одной стороны вы не хотите, конечно, на прот выкатить такой код, который там что-то произошел, он такой, ну, все, вот, истом перестартовывает, там уже автоматом пошел, все. С другой стороны так сделать надо, потому что такие ситуации, наверное, все-таки будут достаточно редки. И когда вы будете получать, вот, вы их исправите, зальете обновление, вместо того, чтобы получить другую ситуацию, да, вы ее скетчили таким всеобъемливающим кетч, и типа все хорошо. Вот, но поскольку ситуация была неисправима, да, вот, это значит, что приложение в дальнейшем будет начать, начнет, начнет работать совершенно не так, как нужно, то есть начнет, начнет влетать в самых разных местах, и везде эти кетчи будут стоять, и в итоге это будет выглядеть как полный, ну, это будет выглядеть хуже, чем если приложение упадет. То есть, когда человек получает вылетевшее приложение, это одно ощущение, а когда он работает в приложении, которое разваливается, это совершенно другое ощущение, вот. Да, это то, что, да, я такой увлекся. Получается, внешний код не в курсе ситуации, да, вот такой вот неисправимый. Сами вы исправить не можете, поэтому обернуть полученное исключение, вы можете, единственное, что можете сделать, да, это обернуть его каким-то собственным и вот этим вот неперехватываемым типом, и то, что вы получили из внутренней зависимости, положить в inner exception. То есть, вы получили то исключение из внутренней зависимости какое-то не очень хорошее, там, файл not found, да, а это плохо, потому что он очень важен. В этот файл not found дальше не кидаете, потому что кто-то может кетчить файл not found повыше. Вот, вместо этого вы оборачиваете, вы создаете экземпляр, не перехватываемого исключения, кладете в inner exception и кидаете уже новое. Вот. Таким образом обезопасив себя от того, что кто-то что-то не то поймает. и, соответственно, четвертый случай, когда это возникло какое-то неконсистентное состояние. Вот. Вы тоже, соответственно, бросаете. какой вот вывод можно сделать ко всему тому, что сказано? С одной стороны, есть такие вещи краеугольные, да, типа iDisposable, там, не знаю, iEnumerable, iCurable, там, ну, вот эти вот все i, которые в себе содержат там пару методов, да и только. вот. Туда же относятся вот исключительные ситуации, да, есть throw, есть try, catch, finally, и типа, что там, в общем-то, может быть сложного. Как правило, в таких краеугольных вещах кроется огромное количество частных случаев, которым надо смотреть, очень внимательно на них надо смотреть, обращать внимание. Вот. И то, что снаружи кажется очень простым, может оказаться очень-очень сложным. И в ситуации, с исключительными ситуациями, да, с исключениями, вот, это тоже, собственно говоря, касается. То есть, если просто, например, как по наитию, да, брать и искать какие-то типы в библиотеке, вот, потому что вам лень создавать свои и бросать их, это будет очень сложно отлаживаться. Вот. Если брать и создавать по одному типу на каждую ситуацию, это будет сложно отлаживаться, это будет сложно использоваться. Если наоборот сводить все к тому, что у вас там несколько исключений, и вы просто берете месседж, меняете каждый раз, это тяжело отлаживается, потому что хочется убить людей, которые, ну, не так уж прям там, где-нибудь там в контрстрайке, вот, которые бросают одно и то же исключение, меняемый месседж. Это скетчить невозможно. Ну, как бы, мне приходилось скетчить, а потом по подстроке понимать, что произошло. Вот. Это неправильно. И чтобы все было правильно, нужно заранее вместе с архитектурой приложения прорабатывать архитектуру исключительных ситуаций. Вот. все, что я хотел вам рассказать. Какие-то вопросы, может быть, у вас остались? Спасибо за доклад. Слышно, да? У меня такой вопрос. Вот есть два варианта работы с исключениями. Вы один здесь описали. Это непосредственно исключение, да, выбрасывали. Второй вариант это коды возврата. Вот. Который мы можем, ну, любой, кто работал с C, с VNIP, знает об этом. И вот, в частности, вы коды возврата обернули в исключение. А в каких ситуациях все-таки лучше коды возврата делать, чем исключение? По кодам возврата. Но код возвратов хорошая, хорошая вещь. Вот. Есть у нас, например, вариант в самом Дотнете работы с кодовым возврата, это те же самые методы группы try. Там try parse, да, try там, чего-то там. Вот. Потому что в данном случае код возврата true-false. Вот. И false, грубо говоря, это как вариант исключения без исключения. Вот. С кодами возврата ситуация упрощается в тех случаях, когда нужна производительность. Вот. Нужна производительность, и тогда вы их используете. То есть, например, все win-api методы, они работают через код возврата. Тот же hresult. Вот. Почему? Потому что win-api методы, они уходят в ядро Windows. Вот. проход через вот эти вот границы, он стоит соответствующего времени. Это выходит дороже, чем вернуть какое-то значение. Это, во-первых. Во-вторых, win-api подразумевает, что достаточно часто дергают. Вот. И создавать stack-frame будет достаточно дорого. Вот. И, но с другой стороны, с другой стороны, код возврата подразумевает, что эту ошибку будет обрабатывать вызывающий. То есть, вы вернули ошибку через код, вот, и его должен обработать вот именно та вызывающая сторона. Не через метод, через call stack, да, не через два, а вот именно конкретно вот этот вот вызывающий, вызывающий метод. Это первое. Во-вторых, ну, как бы это, конечно, не минус, это просто некоторое неудобство. Реально возвращаемое значение придется через out-параметры возвращать. Код возврата еще неудобен тем, что вам придется делать какие-то инамы. Вот. Дополнительные. Ну, с одной стороны вы делаете exception, с другой стороны инамы, да. Вот. Выбор какой? Если в этом месте конкретно нужна производительность максимальная, вот, то если это место будет достаточно часто вызываться, то лучше, наверное, посмотреть в сторону кода возврата. Вот. Особенно если учесть, что из этого места, скорее всего, очень часто будут валить ошибки. Вот. Если из этого места ошибки валить часто не будут, то более структурировано пользоваться исключениями. Вот. потому что это как бы стандарт платформы. Вот. В первую очередь. Например, всяк, да, стандарт платформы, в чистых всяк. Стандарт платформы это код возврата. Поэтому там он пользуется чаще. Вот. Но в дотнете стандартной платформы является все-таки исключение. Вот. И тот, кто вызывает, ему приятнее вызвать метод, получить значение, а код возврата как бы, ну, это дополнительный геморрой. То есть, геморрой, потому что, ну, придется там if и строить, там еще что-то, да. Вот. На мой взгляд, как-то так. То есть, если вы вызываете метод, и при этом он достаточно часто может возвращать проблемы, то код возврата выглядит лучше. Если проблема это именно исключительная ситуация в плане исключительности, да, в плане чего-то такого экстраординарного, вот, то надо бросать исключение. А наша ситуация исключительная, она же так и называется, она исключительная, то есть, она ее не может, не могло быть. Вот. А код возврата, он подразумевает, что эта ситуация с ошибками, она может быть, и она может быть постоянной. Вот. Ну да, это уже какие-то не исключения совсем получаются. Да, это не исключительная ситуация, это рутина. Еще вопросы? Здравствуйте. Мне очень понравилась ваша идея с разделением эксепшенов по контекстам. Это клево, мне кажется, и очень описательно. Но вот я не понял два момента. Первое, зачем мы все-таки делаем что-то там бизнес-лоджик эксепшен бейс. Вы сказали, что необрабатываемые ошибки будут от него наследоваться или оборачиваться? Да, я вас понял. Я много словами проговорил, надо было диаграмму нарисовать. Вот. Смотрите. У нас клевый энтерпрайз, да? Клевый в плане, как у меня на проекте, 165 проектов в салюшене. Клевый энтерпрайз. И в этом клевом энтерпрайзе есть различные домены. Домен, который относится к расчету формул. Домен, который относится к хранению данных. Домен, вот это, большие домены. Вот. А внутри них есть какие-то куча функциональных зон. То есть расчет формул, может быть одно, второе, третье, много разных дивизий. Но вот большие домены, которые объединяют несколько сборок. Хорошо. Вот. И мы хотим, наша задача, ввести базовый класс, который мы сможем кетчить именно от какой-то функциональной зоны. То есть проблема с логером. Еще с чем-то. Вот. От функциональной зоны. Но мы не хотим в этот кетч получать то, за что мы не несем ответственности. То есть если произошло что-то очень плохое в этом логере, он вот сюда не должен попасть, несмотря на то, что мы поставили базовый класс. Он должен просвистеть мимо. И для этого вводится еще более базовый класс. То есть есть там, не знаю, на словах, есть там deadbase exception, а есть deadbase exception base, он более базовый. Его кетчить нельзя. Можно кетчить только deadbase exception. А уже от base, который никто не будет кетчить, идут вот эти необрабатываемые исключения наследуются. То есть если они от базы наследуются, их никто не будет кетчить, потому что все кетчат именно то, что можно. Это вроде понятно. А что за ошибки наследуются от этого base класса? Зачем они вообще нужны? Чтобы не кетчить то, что не надо. Зачем они в принципе нужны базовые? Которые наследуются от базового. Что это за ошибки? Не могу представить. Тот, наследуется от базового. Смотрите, datebase exception base. База. От него пошел то, что можно. Datebase exception. От него пошли exception частные. Transaction от того, что можно. от base еще дополнительно наследуются те, кого кетчить нельзя. Например? Corruption. Все, база данных закарабтилась. Все. Ей работать нельзя. То есть, если приложение закетчит и попытается дальше работать, оно будет неконсистентным, будут формочки валиться, будут какие-то null-референсы валиться, там еще какие-то проблемы. Вот это прям фатальная ошибка. Она идет мимо базового класса, который кетчить можно. И поэтому даже если кто-то будет кетчить datebase exception, он не сможет закетчить эти фатальные ситуации, потому что они наследуются от более базового класса, который кетчить нельзя. Но я в целом понял. Спасибо. И второй момент. Вы сказали, что можно объединять общим классом exception, который имеет отношение к двум контекстам, например. Это как? То есть создать третий класс, парсер и с чем-то там еще. Вы имеете в виду идею с mixed режимом, который… Нет. Есть два контекста. У нас это правильное дерево exception. Из контекстов извиняюсь, в чем? Есть класс обрабатываемых исключений. От него наследуются ошибки для конкретных контекстов. функциональные зоны. Да, функциональные зоны. И вот если есть ошибки теоретические, которые объединяют парочку функциональных зон. Не совсем, не туда. Есть домен, внутри домена функциональной зоны, внутри функциональной зоны множество частных уже пошло. И вот если группа частных имеет общий смысл, ну типа там если парсер, то проблема с тем, что кодировка, проблема с тем, что символ не тот, примерно общий смысл. Вы их объединяете и наследуете от какой-то общей, от более базового. Но этот базовый наследуется функциональный. То есть сначала домен функциональный, потом группа, потом частный. Либо домен функциональный, сразу частный.